Всем привет, друзья! В этом видео вы узнаете про несколько красивых мест в нашем городе И вообще в целом немного мой друг расскажет вам про Финляндию Поэтому приятного просмотра и погнали смотреть видос Интересно, это типа как чей-то дом считается? Был, да Его выкупили как под бизнес, да? Да Вообще машина Но она ездит Она ездит и прикол в том, что ее номера это чай Ее номера это чай? Ну типа Т, по-фильски и чай А, нифига На ней ездит владелица ПХ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это то, что я говорил, типа? То, что я попросил, да? Да Прикольно, ну сейчас посмотрим Ребята, первое впечатление чай финский Не разлить бы никуда Блин, очень вкусно пахнет Просто офигеть Такой чай можно и без сахара пить на самом деле Как бы вообще прикольно Не оторваться Это еще молочный лун Ну что мы попили чай Это просто очень классный чай Я не знаю, как это описать Потому что у меня словарного запаса, наверное, не хватит Чтобы передать эти все ощущения Крутые Вот Но мне кажется, кто пил молочный лун Все знают, насколько это вкусно Но здесь в раз пять еще лучше Как бы Вот, чтобы вы знали Кто в трейлосе пил Вот Лучше, чем в трейлосе, короче Вот Знающие люди поймут Поэтому Вот глоток за вас просто Очень круто здесь, атмосферно Еще, когда ты покупаешь Влад, сколько стоит вот этот? Четыре с половиной евро Вот Четыре с половиной евро ты отдал за, получается, чайник И можешь просто круглые сутки тебя доливают Вообще без проблем Короче, мы с Владом не удержались И нам пришлось погладить собачку Но она очень классная Владу тем более она понравилась Вообще милашка Не знаю И хозяйка такая прикольная Блин, все такие люди радостные Вообще удивительно Еще так Как будто в лесу идем И бац Пошли на чаепитие Вообще Крутяк Это знаменитая церковь Ювячкля К сожалению, не знаю название Как она называется? Ты тоже не знаешь? Ну ладно Типа церковь Типа церковь просто? Да Ну окей, это церковь Названия нету церкви Я не знаю, по крайней мере На фестиваль света говорят Можно войти Что-нибудь подснять К нам очень будет красиво Но буду надеяться Что его не отменят Там из-за короны Или из-за чего-то такого 16 90 Да 17 евро на месяц Без лимит Ну окей Отдаем ровный Сколько? 17, да? 17 19 Окей Привычка российская Короче, я купил интернет на месяц Это стоит 17 евро Полтора косаря просто так вот Фух Улетели И это типа без минут Без смс Без звонков Ничего Просто без лимита интернет Но мне в принципе больше ничего не надо Вот Но по здешним ценам сказали, что это недорого Типа есть и за 20, и за 30 5G можно включить Как бы Не в России живем 5G есть Вот Что еще сказать Влад сегодня спонсор моих затрат Надеюсь, тебе видно Вот А так Ну сейчас будем смотреть, что еще Мне нужно еще купить проездной Вот Про это тоже кое-что скажу Если мы сможем сегодня его купить Потому что В субботу говорят, что закрыто Короче, мне Влад сказал Почему тут не работают в субботу и воскресенье Потому что в субботу платят, скорее всего, зарплату в полтора раза больше Ну, то есть работодатель должен платить больше А в воскресенье вообще в два раза Поэтому Как бы невыгодно им давать, типа, работу на субботу и воскресенье Поэтому все работают пятидневку И что-то там работают, допустим, воскресенье до шести В субботу там до семи Вот Такая тут обстановка А тем временем мы на главной улице Называется Каупу Каупа-кату Каупа-по-кату Да? Каупа Каупа-кату Каупа-кату Все нормально Как бы с первого раза Вот Еще на монтаже там чик-чик и все Да нет Я не такой Все входит в сюжет Поверьте мне Это местный Ошан Местный Ошан Погнали Местный Ошан Так сказал, как будто В Нижнем Артурске есть Ошан Ой Ну нет, в Москве-то я шарю То, что есть Я не знаю, как назвать Короче, хостовары тут Хостовары, окей Это типа Галамарт, короче Погнали Финская гордость Что это такое? Монтроли А, прикольно И типа Типа Финные буквально коллекционируют эти чашки И они как, ну, типа, сувениры Они дорогие, но они Типа в коллекцию, да? Да, они лимитированы на самом деле Потому что они периодически добавляются дизайны Новые И у меня у мамы, по-моему, три таких чашки Она каждый раз приезжает и покупает Типа можно на память просто увезти, да? Да, типа на память Подарок Да Короче, заказывайте у меня чашки У меня кот жрет вот из такой Интересно Они Бывают иногда по скидке Вот За 10 Их уже все разобрали И Они очень прикольные Круто, круто Вон Чтобы вы понимали Типа Обычный стакан Сколько? Дай-ка пройду Типа вот эти вот Десяточку там Обычный Аккуратней Обычный типа можно купить За 3, за 6 Там Вон там вижу вообще По По одному По 2 Евро Но они, мне кажется, пластиковые Может Что-то такое Нет, стеклянные Да? Вот Стеклянные Прикольно Чтобы стирать Как бы вещи Нужен порошок Очень логичное дело Вот У нас там есть Как называется Постирочная Лаундри Окей, лаундри Прачечная Вот И туда нужно купить Получается мне Порошок стиральный У тебя вот этот? Его? Я не знаю Тебе нужно ли Такого Нет, мне на полгода Я типа Два раза За полгода Буду стирать А ты что? Да, шучу Я его купил По-моему Год назад А, и еще Если ты не знаешь Здесь промышленные Стиралки Поэтому можно Килограмм 10 Вещей туда Сразу Ну я понял Да, 10 Ну типа Все вещи Засумывал Разом И постирал Да Я видел Там типа Огромная Да Ну все Кстати Надо будет снять Когда буду Рум-тур делать Кстати Если надо Рум-тур сделать То пишите В комменты Как бы Вот Чем больше комментов Тем вероятнее Это видео выйдет Вот И во время Рум-тура Который Скорее всего Будет Я сниму Как раз таки Прачечную И куда мы вчера Ходили В сауну Вообще классно Сауна Типа Я удивился На самом деле Мы с Владом Были приятно Удивлены Вот Оттуда еще Классный вид На крышу Поэтому Ой Что за видео Будет Просто Шикарное Немного Про алкоголь Который Я не употребляю Но возможно Кому-то интересно Влад сказал Что тут Даже нельзя В магазин Заходить В принципе Если тебе Нет 18 И Ну так же Как и в России Тебе нельзя Покупать Вот Само собой Потому что Здесь Монополия Государственная Продажа Алкоголя Монополия Государственная Продажа Алкоголя А почему В плане Монополя Ну типа Все вот эти Магазины Это алкогол Они Продажают Государ Все Все по-моему Только короче Государственная Частного бизнеса Нет в этом плане Да Ты можешь купить В обычных супермаркетах Только сидр пиво И дешевое хреновое вино А нормальное вино Только в алкогол Только в государственной Да Я слышал то Что в таких странах Именно европейских Много монополий То же самое Там с такси В Дании Много бизнесов разных Которые принадлежат государству Не знаю Это хорошо или плохо Но Вам думать Алкашку Можно провозить в Россию Или нет В России В России Да Все окей Заказываем Короче В России все дешевле В России все дешевле Говорят Ну я понимаю Но может что-то здесь есть Того что нет в России Короче я ваши заказы принимаю Там небольшую наценку делаю Шучу Кому там сувениры Нужно пишите мне В Директ Возможно получится привезти Но у меня чемодан маленький Сразу говорю Большие там вещи не просить Либо купить мне еще один чемодан большой Но это затратно слишком Вот это отвертки Типа у стоянок Для великов Тут всякие Вот плоская отвертка Ключи всякие разные И это очень интересно на самом деле Потому что в России такое бы уже Мне кажется это стол бы уже в России украли Вот смотрите сколько много великов Тут просто их безграничное количество Потому что все ездят на великах Вот Но мы сегодня пешочком Также здесь есть магазин New Yorker Я думаю многие о нем знают Есть H&M Есть еще Макдональдс Кому интересны цены И вообще какая здесь одежда То можете написать мне Я сделаю видос Вот как бы двери сами открываются Прикиньте Эскалатор в здании Ладно шучу Не настолько я этот Из деревни Блин обратно тоже двери открываются Но это ли не магия Много разных ресторанов на самом деле Я думаю сделать какую-нибудь рубрику с едой Не знаю зайдет это или нет Но мне очень интересно Возможно и вам хотелось бы Тоже дайте знать Чтобы знать мне в какую сторону двигаться Чтоб и вам было интересно И чтоб мне кайфово было Поможем друг другу так сказать Мне тут Влад рассказал Что штраф зависит от твоей зарплаты Там допустим ты скорость превысил Вот обычно он сказал Что в среднем там 60-80 евро Но он еще и рассказал Что какого-то известного предпринимателя Здесь поймали Вот И за превышение скорости 150 тысяч евро штраф И я офигел Ну я рад что Люди могут позволить себе Закрыть такой штраф И это типа круто Вон те дома Очень дорогие квартиры Мне сказала Одна финская моя знакомая Вот Но и Влад сказал Что однокомнатная 800 евро Ну Однокомнатная квартира Да Однокомнатная квартира 800 евро Я не знаю Это много или нет По здешним ценам Мне кажется Наверное в Юваскуле Это самые дешевые Самые дорогие квартиры Самые дорогие в Юваскуле Вот мне кажется Вон там очень дорого Вот снимайте Вот верхний этаж Типа вот того стеклянного Это универ Универ? Да Интересно А Какой универ? Юлия Писта А это тот Который ты говорил? Да, да, да Это типа другой корпус Или что? Да, да Он огромный Блин, ребята Вот бы такие университеты в России Да Не считай Вот Как бы Кампус один На той стороне И вот на нашей стороне И между ними Вантовый мост Вантовый мост Классно звучит У меня 6 минут осталось На камере Так что давай Поговорим про бизнесменов И про налоги Типа мне Влад сказал Что здесь бизнесменам Не так-то и выгодно быть Почему? Да, потому что Чем больше твоя зарплата У них прогрессивная шкала Налогоблажения Соответственно Если Ты можешь платить 0% Если у тебя Налогов На доход Если у тебя Зарплата Сейчас я Подождите Точность помню За год Не превышает 10 тысяч евро Как только Начинает превышать Добавляются Проценты 10 тысяч евро За год? Да Это же типа На фигня Ну здесь Да Ну типа Ты некоторыми Кажется за 3 За 2 месяца Зарабатываешь Столько Да Поэтому Чем больше Они очень требовательны К правительству На что идут Налоги Куда Многое значит Вот смотрите Тут есть железная статуя Как она называется Влад Не знаешь Вот Даже Фина Не знает Что это означает Ну типа Что Как называется Но это что-то Очень такое Футуристическое На самом деле Как будто Что-то из будущего Типа Опять Да В лес Куда Ни Все Погнали Если честно Я что-то Сегодня Устал Мы с Владом Походили Часа Наверное 3-4 Может Но Очень Долго Не знаю Прям Круто Было Я много Все Узнал Здорово Здорово Как ты? Это мой брат О, Найс Как ты? Я хорошо Как ты? Два Два Найс Ты живешь здесь? Да И ты? Да Беби Билдинг Да Мы В Судо Вот Такой вид у меня Из окна Разве Это не шикарно? И кстати Я пришел домой Мы сегодня с Владом Очень долго погуляли Часа 4 ходили по городу Он мне показал Очень много классных мест Про которые я хочу снять Про что-то я уже снял И Мне очень все нравится На самом деле Здесь есть Много крутых мест Которые хотелось бы Как я и ранее сказал Снять И я думаю Очень вам будет интересно Поэтому пишите в комментариях Про что именно сделать видео И спасибо Что вообще поддерживаете меня Я прочитал Очень много теплых слов Под прошлыми выпусками Это очень классно Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok